Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире медицинский тележурнал «Будь здоров!» и снова с вами я, Владимир Малинин. Начну я сегодня с предупреждающей информации. Она актуальна вдвойне, потому что становится все теплее. Сейчас как раз неделя школьных каникул, которые многие дети проводят одни дома. Как вы, наверное, уже знаете, что только за первые дни апреля в Ульянске произошло два случая падения из окон. Оба как под копирку, но с разным финалом. Маленькие девочки, двух и трех лет, буквально с разницы в пару дней, залезли на подоконник, опёрлись на москитную сетку и рухнули вниз. Одна малышка в удовлетворительном стаянии проходит сейчас лечение в детской областной больнице. Вторая, увы, умерла. Берегите, пожалуйста, детей. Будьте внимательны. Предупреждайте возможные трагедии и болезни. Проходите. Второй этаж у вас, девятый кабинет. Поскольку вход в лечебное учреждение ведётся со стороны оживлённой улицы Кирова, то здесь вот установлен блокпост. То есть, если я пришла, просто так меня не пропустят, только по сигналу. Вместо Красного Креста появляется бегущая зелёная стрелка. А это вход. После этого вход открыт, но и дальше за всеми моими передвижениями по лечебному учреждению следит оборудованная видеокамера. А вот это помещение второго этажа. Посмотрите, насколько здесь просторно. Соблюдены все меры безопасности. Находиться здесь даже приятно, потому что на стенах вот такие вот весёлые иллюстрации. И они, кстати, сделаны силами одной из сотрудниц диспансера. Она сейчас находится в декретном отпуске, а до этого по собственному желанию, по своей фантазии всё это придумала, воплотила в жизни. И когда дети приходят, они отвлекаются от больничной суеты и наслаждаются такими забавными персонажами. Я сама тоже, как мама, прекрасно знаю, что в народе ходят такие даже страшилки, можно так сказать, про туберкулёзные диспансеры. И тот, что на Гагарина, и тот, что здесь, на Кирова. Мамы боятся. Боятся прийти с ребёнком, что якобы он здесь может заразиться, что небезопасно. Вот на самом деле, какова ситуация и насколько это обоснованные страхи? Не секрет, что у нас больные туберкулёзным до сих пор выявляются, к сожалению. Естественно, дети оказываются в контакте с такими взрослыми больными. И к нам приходят дети здоровые для обследования, для назначения профилактического лечения и, собственно, для предупреждения туберкулёза. То есть в наши амбулаторные поликлиники, что вот в детское на Кирова-4, что во взрослые на Гагарина-4, приходят здоровые наши сограждане. Мы назначаем обследование, исключаем какие-то патологии и при необходимости назначаем профилактическое лечение. Ну, то есть палочки туберкулёзные здесь в коридорах не летают? Абсолютно нет. У нас всё строго по правилам СанПИН обрабатывается. Сами видели, да, кругом работают обеззараживающие воздух аппараты. Во-первых, в масках все должны входить, поэтому масочный режим, обработка рук – это всё у нас присутствует, как осталось вот в ковидный период. Но этого всего надо придерживаться. Родители как-то могут сами со своим ребёнком к вам прийти, чтобы проверить его как раз на предмет туберкулёзной инфекции? Или должны быть какие-то причины и направления, чтобы обратиться к вам? Просто так прийти могут, но желательно, чтобы у нас было что обсудить, допустим. Врач что-то заподозрил. В частности, когда у детей это изменение чувствительности к туберкулину по реакциям анту или же к диаскин-тесту. Пробы должны проводить ежегодно. Они проводятся. Это называется ежегодный систематический скрининг детского населения на туберкулёзную инфекцию. Мы выявляем… Скрининг, сам по себе слово означает просеивание детского населения. Мы выясняем, кто, какой ребёнок в данный момент нуждается в консультации фтизиатра. Врачи общей лечебной сети все знают, кого к нам направлять. Если всё принесут, что необходимо для консультации, это и флюорография взрослого окружения, это и общий анализ крови, общий анализ мочи. Если даже снимочек есть, мы можем даже за один приём ребёнка проконсультировать, нуждается он в нашем наблюдении или нет. Есть разные пробы. Есть пробы Монту, есть диаскин-тест. Вот, может быть, немножко вот эту вот градацию. Чем они отличаются друг от друга и как они помогают вам, врачам, в плане диагностики? Реакцию Монту в настоящее время делают детям от 12 месяцев жизни. У кого есть БЦЖ, вот в роддоме, до восьми лет. С восьми лет и старше до 18 лет детям делается проба, называется диаскин-тест. Монту может быть положительным, да, а диаскин-тест положительный только у тех, у которых есть в организме размножающиеся палочки. Нас, вот, детских фтизиатров больше интересуют дети, у которых положительные пробы по диаскин-тесту. Это категория, которых мы должны обследовать и помочь справиться организму, чтобы в будущем, во взрослом состоянии, не заболели туберкулезом. Это группа риска называется. Да, стой, проходи, присаживайся на стул. Как тебя зовут? Ай, не знаю. Мы с тобой сейчас делаем диаскин-тест. Хорошо? Это проба на туберкулезную инфекцию. Я тебя напоминаю. Не боишься? Не боюсь. Так, давай мне левую ручку. Я тебе левую ручку. Давай, не переживай, да? Сейчас делаем с тобой пуповку. И все у нас будет хорошо. Помнишь, что потом нужно делать, да? Не чесать, не тереть, ничем не заклеивать. Все, молодец. Можно идти. Через три дня доктору нужно показать. До свидания. До свидания. Мы в экологический прием пришли. Готовимся к сволоческому училищу. Сейчас будет строиться как раз у нас на верхней террасе новый корпус. Мы как раз живем на верхней террасе. И там очень близко и удобно будет. Ему до дома 10 минут идти. Моя папа тоже военный. Папа военный? Поэтому, да? Немножко стесняется, да. Потому что папа у нас военный. Он находится на СВО. И вот Ваня, спустя вот долгое время, решили, что он тоже хочет сам. Принял такое решение, пойти в Суворовское училище. Какой молодец. А вы как вам, с этими женщинами, волнуетесь? Ну, волнуюсь, конечно. Но думаю, ему это пойдет на пользу. Нужно обязательно приходить, проверять своих детей. Это очень обязательно, чтобы вовремя выявить туберкулез у детей. Вот. В больнице нам очень понравилось. И через день нету. Врачи доброжелательные. Все очень хорошо прошло. Спасибо. Вообще, в подростковом периоде практически все дети заряжаются микобактериями туберкулеза. Поэтому нам важно среди детей, которые уже тубинфицированы, выявить детей, у которых пробы диаскинтез положительные. Вот это сигнал для наблюдения афтезиатра. Многие, знаю, боятся попасть сюда на диспансерный учет. Что вообще за этим термином подразумевается? И по срокам, сколь долго это может продолжаться? Мы мягко называем наблюдение. Наблюдение врача афтезиатра. Последовательность. Через 3 месяца, как первый раз пришли, проверим пробы. Через 6 месяцев и фактически это год наблюдается. И мы прощаемся с детьми, даем рекомендации, чтобы избегали контактов с инфекционными больными. Чтобы здоровый образ жизни. Если исключается локальная форма туберкулеза, наблюдается в течение 2-3 лет эти дети. Мы назначаем обязательно профилактическое лечение, если детский тест положительный. Если идет снижение, детский тест может до отрицательного не снизиться. Но мы, собственно, если своим специфическим профилактическим лечением помогаем организму ребенка контролировать в дальнейшем вот это вот состояние активной латентной инфекции. То, что в клинике нет, рентгеновские снимки чистые, а пробы наши иммунодиагностические положительные. Опять же, мы даем рекомендации и прощаемся с детьми. Как у нас в регионе с детским туберкулезом? То есть мы на одном уровне с соседями, скажем, с соседями регионами. Чуть хуже, чуть лучше. Много ли детишек заболевает? Туберкулез, к сожалению, не поврежден ни в одной стране мира. Это серьезная проблема каждого государства. В нашей стране очень хорошо развита диагностика. Вот этот вот ежегодный скрининг практически, да, детей на туберкулезные инфекции у нас четко проводится. Мы вот только что вернулись с конференции 12-й научно-практической всероссийской детских афтезиатров с международным участием. И вот наш опыт, собственно, перенимают западные страны европейские. Также в постсоветском пространстве проводят эту диагностику. И заболеваемость растет, к сожалению, у взрослого населения. А мы четко знаем корреляцию, да, между заболеваемостью детской и заболеваемостью взрослых. Дети всегда заражаются, к сожалению, от взрослых. Поэтому мы всегда просим родителей, везде, конечно, вот рекламируем, выступаем в тезиатры, говорим, что взрослое население, старше 15 лет, всегда ежегодно проходили флюорографию. Пройти флюорографию бесплатно можно в поликлинике по месту жительства, либо благодаря вот такому передвижному комплексу. Подобные профилактические акции для населения областной диспансер устраивает регулярно. Раньше проходили у нас флюорографию? Да, сейчас вот в прошлый год тоже тут же вот. Если есть маечка, маечку можно не снимать. Подвородок вверх. Вот, все, вот так стойте. Топните, не дышите. Все хорошо у вас, вот талончик. Да, я слежу. А без флюорографии нас и врач не принимает. Это, наверное, и последствия ковида, когда больные наши вынуждены были дома сидеть. Через год, через два мы, в принципе, и всемирно-организация здравоохранения предупреждала, что будет рост туберкулезной инфекции во всем мире. Потому что вовремя не приняты профилактические меры против туберкулеза, вовремя не выявлены больные. Они, естественно, будут приходить к нам запущенными формами, бактериовыделителями, что большую опасность представляет для всех окружающих здоровых. Заболевают дети в основном из семейных очагов, когда родители, ну, как бы, да, равнодушны к своему здоровью. И, естественно, они, ну, как бы, не считают нужным заботиться о здоровье ребенка. Пять человек выявили мы в прошлом году, и три человека уже в этом году, в начале года. Туберкулезы излечим, особенно в детском возрасте, если мы вовремя подключаемся со своим профилактическим лечением. Понимание, если в вашей семье растет особый ребенок, а у вас есть сложности по медицинской или образовательной части, трудности с получением средств реабилитации или вопроса юридической тематики, знайте, вы не одиноки. В Ульяновской области успешно действует региональное отделение ВОРДИ, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Зафиксируйте, пожалуйста, контакт. 8 800 250 42 43. А сейчас как раз об одном из мастер-классов, который получился благодаря этому объединению. ВОРДИ, СОБАЛИНСКИ ЗАНИМАТИЕ 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 ПОДПИСЫ 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 Будем жарить картошку? ПЕЛЬМЕНИ ВАРИТЬ НОРМАЛЬНО? Но есть еще вариант пирожки со слюнями единорога, нет? Это же волшебные картошки были. НОРМАЛЬНО! Поляна! Я тоже в бой готовлю, когда вы готовите без муки, ведь? НОРМАЛЬНО! СОБАЛЬНО! Даже если готовлю что-то без муки? ОТ СОБАЛЬНО! ФОТСКИ! Давай, дружечки, с первого себя начнем. Боготырь вставать и будем начинать по-друге. Это я Лёха. Лёха! Алексей Поповик, нет? СОБАЛИНО! Горбей, есть такой, Алексей Побоев, Леша Побоев, правильно? Да. У нас торт будет вот такого размера, это называется вырубки. Пельмени, может быть, я не зря про них начал, мы будем вырубать каждые бисквиты, вырубать, а вырезать бисквит. Я понял. Все. Леша Побоев, что-то трудно? Да. У нас есть фиолетовый цвет, там был рель красный, а водитель как урыл, давай покажешь. Нажимаем двумя руками сюда, надавливаем, он сигналит, бип-бип, во время пробки. И вправо-влево крутит, вправо-влево крутит, вот такой он, да, у нас? Идем сюда, королева. Королева убийства, где-то, да? Я тебе сейчас дойду, еще что-нибудь придумаю. Давай, ты тоже на чем ехала сюда? На трамвай ездил когда-нибудь? Вот на трамвай, стопудовый, знаешь, как ездить? Я не ездил тоже на трамвай, но давно был делом. Нажимаем двумя руками. Стол не проломи только, нам еще мастер-класс другой вести. И влево-вправо вот так выкрутили, на тарелочку положили. Где твоя сумочка в тарелку? Все, королева, держи. А из этих крошечек мы делаем мелкую-мелкую крошечку, затем будем посыпать. Хорошо? Хочется, вот. Королева красоты. Все. Что, да, выйдет? Ух, как бы всяк космонавты готовят. Давай, нажимай со всеми. Вау! Вот ты дает. А из этого делаем маленькую-маленькую крошку. Ну, такую. Хорошо? И рядом складываем. Мне кажется, после этого занятия вы можете получить корочку юный газелист и газовать нормально по улицам города и по городу. Как вам такая идея? Круто. Круто? Да. Ну, осталось дело за малым, да? Наши ребята с синдромом Дауна, они визуально отличаются от нас. Но при этом каждый из них имеет право на то, чтобы мы их принимали, принимали такими, как есть. И наше мероприятие, оно посвящено именно тому, чтобы все люди абсолютно поняли, что мы одна большая дружная семья на нашем земном шаре. Единый федеральный номер службы сопровождения ВАРДИ, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. 8 800 250 42 43. Внимание! Конкурс! Стартовала Всероссийская акция «Семейный код донора». Каждый желающий может поучаствовать в номинации «Донорство. Семейное дело». От вас ждут рассказов о своих семьях или даже семейных династиях, причастных к благородному донорскому движению нашей страны. Отправить рассказы можно на электронный адрес гус.оспк.собачка.майл.ру Остается только добавить, что подведение итогов состоится в ноябре 2024 года. А наша областная станция тоже отметит некоторых участников памятными подарками. А всем связанным кровными узами я желаю удачи! Никита, если можно, вот с самого начала, как вы вообще друг друга нашли, увидели, разглядели, поняли, что вот он это он, она это она. Как это все случилось? Как давно? Первый раз я ее увидел, она в садике ко мне подошла. Сказал, что она тоже в садике работает. И спросил про работу с вами, да? Угу. Наверное, это было весной. Летом я езжу на мотоцикле, и работала я в другом саду. И мне нужен был сценарий, он провел праздник у дочери моей, очень интересный. И я думала, если я пройду в такой саду, наверное, у меня вообще там руководство будет в восторге. Говорю, нашла его, говорю, Никита Иванович, дайте мне, пожалуйста, сценарий. Он такой, да, сейчас узнаю. Прислал сценарий, говорит, а это вы на мотоцикле ездите? Я говорю, да. А я вот тоже хочу мотоцикл купить. В общем, в этот же день мы встретились. Да, я ему говорю, я могу провести урок вождения, потому что у меня мало кубатурный мотоцикл. Он такой, да, да, во, и мы договорились на этот же вечер. И вот мы встретились, там за академией есть обрывчик, и машин не было тогда. Мы там встретились, я ему объясняю, значит, там первые передачи, там как переключаться, все. Он такой, все в сланце, значит, в шортах. Переключается зачем-то на вторую, пролетает не у меня, врезается в бордюр и улетает в обрыв кусты куда-то. Мотоцикл в другую сторону. Я просто такая смотрю, думаю, господи, я, видимо, убила физрука в 258-м детском саду. Я видела просто, как он любит детей, как его любят дети. Это, мне кажется, любую женщину сразу может завести с ума, как к нему. Его просто весь район знает. Все дети идут мимо, родители могут не знать, а дети Никита Абаныча бегут его там обнимать, машут ему там через дорогу. Мы с ним на, наверное, третьем свидании, он мне говорит, Нина, у тебя вот есть дочь, у меня к тебе такой вопрос, а захочешь ли ты еще детей? Я говорю, ты не поверишь, я хочу много детей. Он говорит, и я тоже много хочу. Ну, мы как бы выяснили, главные наши направления совпадают ли они. И да, я видела, что я ему сказала, я готова заводить новых детей, при условии, если ты будешь активно участвовать в воспитании, потому что это очень тяжело. И он сказал, да, я буду. О том, как построить по-настоящему сплоченную спортивную семью, Нина и Никита Степановы расскажут через неделю в следующем выпуске программы. Будь здоров. Оставайтесь с нами. Если у вас есть вопросы, пожелания, обязательно пишите по адресу 432-001 Ульяновск, улица Гончарова, 8, Репортер 73, телефон нашей редакции 304073. Будьте с нами, заглядывайте на сайт www.reporter73.tv, ну а также во все аккаунты наших соцсетей. И на сегодня это все. Я желаю вам светлой, доброй, теплой весны, любви, гармонии и здоровья. Как всегда, ваш доктор Малинин.